Всем привет, друзья, на канале Tetra Games, продолжение игры Satisfactory. У нас уже почти всё готово, всё закончено, всё, что доступно на текущий момент в обычной версии, не в версии XTRM, конечно же. Давайте посмотрим, что осталось нам изучить и построить. Сейчас я уже почти подсобрал ресурсы на расширенную инфраструктуру электропитания. Она нам даст возможность построить топливный генератор. То есть генератор на нефти, а также два способа более быстрой доставки груза. Также в этом прохождении я собираюсь открыть реактивный ранец и, конечно же, газовую маску с фильтром. Ну, по большей части мне интересует реактивный ранец и на топливный генератор я уже собираю. Сейчас у меня есть небольшая проблемка в том, что изготовитель, который занимается вот этой вот сборкой компьютеров, работает, на мой взгляд, довольно медленно. Посмотрите, всего лишь 2,8 компьютера в минуту. Это очень мало, потому что каждый подобный апгрейд в себя включает довольно-таки большое количество компьютеров. Видите, только на этот апгрейд, который я сейчас собираюсь делать, у меня требуется 75 штук. Ну, это прям вот очень много. Поэтому я буду пока что потихонечку собирать ресурсы. А как только я их соберу и построю электростанции, строить я, скорее всего, их буду, наверное, вот на том лату. Мне для этого придется его сейчас предварительно зачистить, что я сделаю за кадром. А как только я построю эти электростанции, я смогу свои угольки, скажем так, разгрузить от кристаллов, увеличивающих мощности. Вот от этих кристаллов. Их здесь довольно-таки много. Я их все отсюда тогда сниму. Переведу какую-то часть своей электросети на нефть. Ну, а сами кристаллы вставлю как раз в изготовитель, который у меня делает компьютеры. Таким образом, я смогу всю цепочку производства компьютеров повысить. Ну что, я пошел рубить. А с вами увидимся буквально через секунду. Что ж, верхняя плата, как мы видим, я прилично зачистила деревья. Здесь была прям вот такая поросль, что вообще прям вот жесть. Прям целые джунгли. Однако, бензопила творит чудеса. И передо мной раскинулась чистенькая, гладенькая плата. Чтобы сделать достаточно большую площадь именно под застройку, я, скорее всего, сейчас возьму фундаменты, которые буду строить довольно-таки высоко. Наверное, где-то вот на таком уровне будет их нормально строить. Может, чуть-чуть пониже. Сейчас мне нужно приноровиться и понять, насколько нужная высота должна быть. Наверное, где-то так. Здесь не очень получилось, да? Окей, давайте чуть-чуть еще повыше построим. Вот так вот. Да, вот так вот. Это был максимальный холмик. Хотя здесь все равно земля чуть-чуть вылезает. Но я думаю, что это уже не страшно. Окей, строим большое капитальное плату. Теперь уже под застройку. Непростая плата. И на нем я буду размещать уже те самые нефтяные электростанции. Сколько их будет пока что, я точно сказать не могу. Но, думаю, не меньше двух. Это точно. Тем более, что у меня уже вот-вот будет готовы ресурсы для того, чтобы открыть эту технологию. У меня уже не хватает всего лишь одного компьютера. Все ресурсы, которые я здесь вырубил, весь лес, все кусты, всю листву я опускаю на биотопливо. Которое, кстати говоря, могу сказать, очень хорошо расходуется для производства парашютов. Я на данный момент наклепал себе вот прям аж 40 штук. Каждый парашют одноразовый. Поэтому, когда вам нужно спускаться с вот такой огромной высоты, вы просто прожимаете второй раз пробел и парите. Вот, делается это так. Уху! И открываем парашют. И медленно парим. Класс. Жалко, что... А, виден парашют-то сам, кстати. Прикольно. Хотел посмотреть на парашют, и у меня это удалось. Так, сколько у нас тут? Ага, компьютер готово. Ну что ж, открываем технологию нефтяных электростанций. Так. Запиливаем и запускаем. Через 14 минут вернется к нам наш вот этот вот самый транспортник. Цель достигнута. Топливогенератор поможет скомпенсировать повышенные энергозатраты на новоприобретенные производства. Что ж, отлично. Супер-супер. Хорошие новости. Идем достраивать фундамент на верхнем плате. Вот там вот. И будем скоренько строить уже электростанции. Ну, слушайте. Я могу вам сказать, что плату я забетонировал прям так прилично. Даже не постесняюсь сказать, добрую часть суши забетонировал. Кроме того, вниз я буду каждый раз спускаться на парашютах. Я думаю, что я не так часто буду спускаться на свою основную базу. Ну, а сюда, где у меня будут нефтяные электростанции, я буду подниматься по трамплинам. Я сделал целую сеть трамплинов. Сейчас я покажу вам, как это у меня работает. Прежде всего, конечно же, я спущусь в очередной раз на парашютике. Вот так вот. Красотень. Просто красотень. Офигенно. Просто шикарно. Так вот. Я сейчас покажу вам, как. Я провел электричество еще дополнительными столбами. Прямо к первому трамплину. А также второй поставил столб на промежуточный трамплин. Выглядит это так. Я поднимаюсь, значит, вот сюда. Меня это бабах подкидывает вот до сюда. Здесь меня ждет второй трамплин. И со второго трамплина я оказываюсь на самом верхнем уровне. Очень-очень удобно. Кроме того, само электричество я также сюда смогу провести. Куда мне это поставить? Наверное, я вот сюда его куда-то поставлю. Как-то вот так. И подключу к промежуточному столбу. Отлично. Теперь у меня, значит, и электросеть наверху есть. Теперь необходимо сюда просто поставить нефтяные электростанции и подвести конвейер с нефтью. Ну, не совсем нефтью, конечно же, с топливом. Окей. Почти все готово. Со стороны плат тоже смотрится неплохо. Кое-где есть дырки, но я думаю, я потом их заделаю. Пока я строю себе нефтяную вот эту отрасль с электропитанием, я выставлю следующую технологию для исследования. Это будет, конечно же, реактивный ранец. Пора его уже давно было сделать. И начну потихоньку собирать на него ресурсы. Итак, топливный генератор. В отличие от угольной станции, вырабатывает в три раза больше, чем угольный генератор. Представляете? И почти в семь раз больше, чем обычный сжигатель биомассы. Слушайте, это прям вот очень круто. Прям очень-очень круто. Прям офигенная мощность. Я думаю, что занимать место он будет не меньше. Ресурсы я постепенно потихонечку подкоплю и поставлю сразу, наверное, парочку туда. Может быть, даже три. Если я туда три таких поставлю, мне кажется, до конца игры мне этого хватит вообще. Даже после того, как я все тиры исследую. Ну, не будем загадывать. Наверняка разработчики приготовили для нас еще более совершенные генераторы энергии. Какие-нибудь там на уране или еще на чем-нибудь. Ну, пока что будем строить этим. Так, ну давайте посмотрим. У нас, значит, вот где-то здесь будет подходить нефтяное топливо. Давайте посмотрим, насколько большая сама станция и где мы можем ее... А, небольшая, смотрите-ка. Один вход. Все вроде просто. Ничего сложного не вижу. Их смело можно здесь будет поставить даже не две и не три. Может быть, даже до пяти штук. Я не знаю, что-нибудь типа такого. Вот здесь где-то на подходе у меня будет, скорее всего, стоять специальный двойной контейнер. Где будет много-много запасов топлива. Ну и дальше будут у нас какие-нибудь разветвители. Расстроители. Что-нибудь типа такого. Окей, просто, наверное, ставим и все. Без запар. Хотя нет, стопэ, стопэ. Я же сюда приземляться буду. Нет, нет, нет. Давайте вместо приземления я не буду засорять особо ничем. Так, я вот здесь приземляюсь, да, при прыжках. Значит, мне нужно будет... Может быть, сделать вот так вот. Вот туда поставить несколько электростанций. Вот так вот в ряд. Вот отсюда начиная. А конвейеры пойдут уже вот с этой стороны. Да, наверное, я так и сделаю. Окей, хорошо. Конвейеры я также построю, скорее всего, за кадром. Не вижу смысла долго тянуть это дело перед вами. Что ж, моя нефтяная электростанция почти готова. Посмотрите, я подвел конвейеры четвертого уровня. Они просто, просто несутся. Невероятность. Просто скорость света. Просто скорость света. Я сейчас загружу сюда топливо. Так, у меня с собой есть куча. Давайте посмотрим. Скорость невероятная просто. Посмотрите. Гигантская скорость. И сразу же включается нефтяная электростанция. Движки заработали. Давайте посмотрим, насколько быстро она жрет. Слушайте, ну жрет она вообще прилично, да. Давайте посмотрим еще раз внимательно. 98, 98. Хотя нет, нет, обычная скорость пожирания топлива. Нормально. В принципе, нормально. Я уж думал, что она прямо поглощает дико-дико. Нет, спокойно абсолютно. В регулярном темпе. Сейчас я пока что вручную закидываю сюда топливо. Видите, все, топливо фул. Чуть позже я сюда буду подтаскивать уже топливо с помощью конвейера прямо со своего пункта подвоза нефти и переработки с нефтеперерабатывающего завода вот оттуда. Я как-то вот должен буду хитренько вот сюда затащить конвейеры и вот сюда. Ну, пока, я думаю, с этим никаких проблем нет. Главное, что электричество у меня пошло. Плюс дополнительные 150 мегаватт. В принципе, вообще вопрос с электричеством уже решен благодаря одной только нефтяной электростанции. А я собираюсь еще две построить и угольные электростанции, которые вот там вот находятся, избавить от кристаллов, которые мне очень-очень нужны для производства. Ну, и таким нехитрым способом я разметил еще дополнительные две нефтяные электростанции. Теперь у меня прям вот блоком они работают. Три штуки в ряд. Ну, не знаю, если ребята из команды разработчиков сделают систему, которая будет влиять на окружающую среду и экологию, то я думаю, с таким запасом энергосистемы я эту планету точно засру. Так, ну теперь мне нужно провести поставку этого самого топлива, вот этих канистрочек, до моих электростанций. Это вот прям вот туда. Ну, далеко довольно-таки. Для начала мне придется сделать разветвитель и развести этот конвейер на две отдельные части. Давайте я так сейчас и сделаю. Так, ну, у меня топливо вот здесь, значит, будет проходить. Вот, прям к этому утесу. Там наверху уж я разберусь. А здесь я хочу попробовать ту самую технологию, причем уже на максималке, которая сейчас возможна. Четвертый уровень лифта. Давайте посмотрим, как это все дело работает. Развернем вход у лифта вот сюда. Вот так вот. Поставим. А выход будет... Так, а могу ли я как-то поворачивать, интересно? Пока что непонятно. Смогу ли я поворачивать? Пока что... Пока что непонятно. Почему-то выход будет только в левую сторону. Хотя вход вроде нормальный. Интересно, почему так? Есть ли еще какие-то варианты? Разве оно так должно быть? Нет, я думаю, так оно не должно быть. А, господи, колесиком мыши. Ё-моё, я-то тут парюсь. Ставим, значит, лифт. И наверху разворачиваем колесиком мыши. Вот так вот. Блин, отсюда сложно сказать, на самом деле, где именно нужная нам высота. Поэтому мне придется забраться повыше. Да, с этой стороны уже становится все четко понятно. Лифт будет у нас очень высокий. Я думаю, вот до этого уровня. Разверну я его вот так. Да, вот где-то на этой высоте. Да, сойдет. Отлично. Вот такой вот огромный лифт. Ничего себе. Вот эта заявка. И продолжаем конвейер. Вот куда-то вот сюда. А у меня уже просто не хватает ресурса для этого. Жесть. Ну, придется подкопить, значит. Прям вот серьезное, серьезное строительство. Ну что ж, наконец-то я вроде бы сделал из нескольких разных сегментов. Потом, по всей видимости, я буду перестраивать эту конвейерную линию, чтобы она была на одном скоростном уровне. Но сейчас вот что успел собрать из разных материалов. Где-то побыстрее, где-то помедленнее. Но, тем не менее, по крайней мере, работает. Топливо доставляется от нефтеперерабатывающего завода, поконвейрует по огромному высокому лифту и едет прямо на дополнительный склад, который уже будет собирать все топливо, прежде чем отправлять его на нефтеэлектростанции. Вот, нефтяные электростанции. Вот. Вот так вот. Круто. Давайте посмотрим, сколько у меня на самом деле выхлопа сейчас на данный момент. На данный момент 900 мегаватт. Потребляется всего лишь 300. По-моему, я даже что-то отключал там. Ну, то есть задел огромный. Задел огромный. И это при том, что я ни в одну из электростанций, ни нефтяных, ни угольных вот тех, не использовал усилители, кристаллы. Я их пустил в производство, то есть на благое дело. Ну, отлично. Ну, а пока я собираю ресурсы для исследования реактивного ранца, я решил немножечко все-таки выделить ресурсов и построить новую большую машинку. Я собрал уже ресы все, и мне, в принципе, только остается ее заспавнить. Вот такой вот грузовичелло. Вот такой роскошный. Просто роскошный грузовик. Просто офигенный. Он отличается не только габаритами, но и вместимостью. Так, мне бы те еще только найти в тебе... А, вот. Видимо, вот через вот эту консоль. Да, достаточно большой у него трюм, скажем так. Действительно может уместиться очень-очень много ресурсов. Я думаю, я впоследствии его как раз и направлю на добычу либо перевозку либо угля, либо нефти. Так, а давайте-ка мы его заправим, может быть, чутку прокатимся, посмотрим, с чего он сделан. Ну-ка. Так. Ну, большой, большой, конечно, большой мальчик, да. По-моему, не очень поворотливый, да? О, не зря мы, кстати говоря, здесь еще, когда с Артуром играли, сделали высокие конвейеры, чтобы можно было на машине под ними проезжать. Рычит он, кстати, недостойно своим размером. Он должен рычать так, чтобы вообще прям страшно было. А так вроде не страшно. Наверное, я его здесь пока оставлю, попозже я его пущу на маршрут. Пока не буду трогать. Все. Пусть ждет своего часа. А также я решил устроить небольшой прикол, чисто для себя, потешит свое самолюбие. Я хочу поставить на производство, на потоковое производство, производство парашютов. Для этого мне необходимо будет сначала построить ассемблер, который будет производить ткань. Ткань будем делать частично из биомассы. Я его, наверное, вот сюда куда-то размещу. Ну, пусть это будет временно, все равно это для фана. Так. Тянем сюда конвейер для биомассы. Вот так вот. Кстати, надо будет еще и подключить все это дело здесь. Где тут у меня провода-то? Так, вот отсюда. Вот это все дело подключим. И здесь выберем производство ткани. Вот. Вот, вот, вот. К сожалению, сами грибы, вот эти, которые собираются в пещерах, их придется вручную каждый раз загружать. Ну, я думаю, это небольшая совершенно проблема. Так что будет все. Я уверен, что будет все в порядке. Таким образом, здесь будет производиться ткань. Я для чего это все делаю, ребят? Для того, чтобы посмотреть, как выглядит ездящая по конвейерам ткань. Мне вот именно это интересно. Так, ну, а дальше нужен будет мне второй ассемблер. Так, мне каркасов не хватает. Окей, сейчас я его сюда запилю. Сюда дострою. Более того, я, пожалуй, для будущих вот этих грибочков поставлю вот сюда хранилище. Ну, я буду прямо в хранилище загружать все это дело. Чтобы не закидывать в само производство. Так, сейчас мы, кстати говоря, увидим, как на конвейерах грибочки едут. Я думаю, это будет забавно. Интересно, как они выглядят. Ну-ка. Так. Грибочки. Вот так вот, ребят. Вот такие грибочки едут. Прикол. Это же, представляете, ради каких-то дурацких грибочков разработчикам пришлось запариться и сделать сами объекты грибочки, ездящим на конвейере. Хотя это не такой уж важный, по сути, ресурс, который стоило бы прямо на конвейер выкладывать. Тем не менее, вот, все. У меня пошло производство ткани в автоматическом режиме. Это прямо вот очень круто. Супер. Супер. Ткань пошла уже штамповаться. Прекрасно. Окей, давайте теперь поставим второй ассемблер. Вот такой. Поставить его нужно будет рядышком. Рядышком. Надо здесь дозаделать немножко фундамент. Меня это прямо вот раздражает, когда не хватает площади для строительства. Если уж делать, то делать по полной программе и не сжаться. Все забетонировать. Все забетонировать. Всю планету забетонировать. Вот. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Место для строительства. Так, ставим ассемблер. Ну, пока что криво ставлю. Да и особо я здесь вообще не планирую ничего строить. Просто, как говорится, что-то приспичило. Что-то приспичило и понеслась. Теперь мы увидим, как едет ткань. Итак, как едет ткань. Вот такими рулончиками. Соответственно, на очень редкий, невостребованный ресурс разрабы тоже запарились и сделали вот такую вот анимацию самих ресурсов ткани. Тоже подключаем лепестричество. Врубаем теперь производство. А, я не могу, кажется, да? Вот это обида. Я не могу, к сожалению, поставить на поток производство самих парашютов. Только ткань. Блин, это немножко обидно. Вот теперь становится понятно, что разработчикам было все-таки вот впадло. Потому что парашюты это уже итоговый конечный расходник. И, видимо, они решили, что этому явно не бывать. Чтобы в массовом производстве именно в массовом производстве производились парашюты. То есть, они посчитали, что это не нужно. Я более чем с ними согласен. Серьезно, более чем с ними согласен. Окей, ладно. Сделаем тогда хотя бы производство ткани. Так. Вот так. Пусть хотя бы ткань будет делаться у нас автоматом. Это тоже прикольно. Сюда выгружаем ткань. Все, пусть производится. Я буду сюда регулярно грибочки подтаскивать. И... Производить парашюты. Может быть, мне прямо ради такого случая здесь и станочек поставить. Чтобы прямо здесь я мог всегда сделать эти самые парашюты. Чтобы у меня все было. Ой, так нет. Мне не производственный станок же нужен. Я мало. Мне мастерская нужна. Во. Вот такая. Именно для парашютов ее ставлю сюда. Чтобы я мог любой момент сюда подойти. Выбрать парашют. И... А, правда еще сюда ну вот резина. У меня обычно кабель всегда с собой есть. Ну, отлично. Слушайте, все. Изи. Подходишь, берешь ткани сколько тебе нужно. И штампуешь парашюты. И удобно. Наконец-то мы добрались до второго апгрейда в этой серии. Третий, наверное, я уже просто по таймингу не буду успевать. И она не такая важная. Это последняя часть. Но эту мы должны точно сейчас делать. Полностью загрузили все ресурсы для реактивного ранца. Запускаем. Опять отправляется... О, еще игрок улучшен. Отправляется опять челнок. Отводит все ресурсы. А у нас появляется возможность построить себе ранца. Давайте посмотрим, что же он из себя представляет. Ну, приличное количество разных ресурсов. Даже микросхемы есть. Ничего себе. Микросхемы, резина, пластмасса. Вроде ничего сложного. Давайте быстренько скрафтим это все. У меня все есть. Можно, в принципе, его устроить. Ну-ка. Типа, как долго строится? Ай-яй-яй. Что-то большое и сложное. Готово. Надеваем. Так. Парашют мы должны скинуть. Что, скинули? С таким... С таким... С такой анимацией. Интересно. Так. Реактивный ранец. Опа. Ага. Нужно именно оранжевое топливо. Ну, благо, я его как раз... А, я его как раз и не сделал. Пак. Пак-пак-пак. Бежим сразу же на завод по производству. Я думаю, что мы его самостоятельно сделаем. Не будем дожидаться никого. Сделаем себе этого оранжевого топлива столько, сколько требуется. Оно у меня сейчас уводится все на нефтяные электростанции, поэтому мне придется вручную его сделать чисто для себя. Довольно-таки любопытно узнать, насколько быстро оно расходуется в ранце. Итак. Сразу же 60 уже сразу же в реактивный ранец оно, похоже, загружается. Просто расходуется из инвентаря. Все, что есть в инвентаре, это... Ну, по сути, точно так же, как и бензопила работала. Так, давайте разбираться, как это работает. Так, это простой прыжок. А, простой прыжок и просто удерживаешь. Просто удерживаешь в воздухе. Опа. Вот оно что, ребятки, оказывается. Оказывается, все очень хитренько. Вы не можете бесконечно постоянно летать, чтобы улететь в космос. Это не работает так. Вы можете летать до тех пор, пока у вас не кончится одна канистрочка. Смотрите, как это работает. Сейчас я попытаюсь вам показать на примере подъема в воздух. То есть, после того, как заканчивается одна канистра с этим оранжевым топливом, у вас наступает что-то типа периода перезарядки. То есть, вам необходимо будет, вы обязаны будете опуститься на землю, приземлиться, желательно безопасно, без ранений, переломов, и после этого перезарядить. Там буквально требуется секунду или две. Показываю. Сейчас попытаемся залететь. Я начинаю взлетать. Взлетаю на какую-то вершину, однако, видите, восклицательный знак, и я падаю. И только после того, как я упал, идет перезарядка следующих двух единиц оранжевого топлива. То есть, я не могу летать долго или бесконечно. Возможно, будут какие-то апгрейды у этого ранца, потому что хотелось бы залетать выше гораздо. Видите, сейчас у меня ранца, по сути, смотрите, хватает на довольно-таки небольшую высоту. Вот на эту я могу взлететь, да? А вот, допустим, с того низа на самый верх я взлететь уже не смогу. Я просто не хватит на это топливо в баке ранца. Но, все-таки, в любом случае, это прикольно, я считаю. Вам не нужно теперь париться, вы просто берете и взлетаете тогда, когда вам нужно, и не запариваетесь. Но, не забывайте, так, а если я буду падать, нужно ли мне теперь будет использовать парашют? Давайте проверим. Блин, это мне может дорого стоить. Допустим, давайте это сделаем на более безопасном каком-нибудь, на более безопасном утесе, где я, в крайнем случае, получу ранение, типа я падаю. Вот я, типа падаю, падаю, падаю. Да, да, можно потихонечку. Это гораздо, ребята, это гораздо прикольнее, чем парашют. Видите, я могу просто спокойненько парить, ну, как бы не парить, а сдерживать падение за счет топлива. Это удобно. Это удобно, действительно. Хотя, я ничего против парашют не имею. Парашют офигенная штука. Кроме того, не забывайте, топливо все-таки может кончиться, а на парашюте вы можете планировать очень-очень долго. давайте теперь уже смело, абсолютно бесстрашно попытаемся спрыгнуть с этого высокого нашего утеса. Можно даже забраться на одну из электростанций и попытаться максимально, какая у нас есть, да, высота, спрыгнуть с этой высоты и прямо вот туда вниз-вниз на базу попытаемся спланировать за счет реактивного ранца. Поехали. По чуть-чуть, по чуть-чуть газку поддаем, газку чуть-чуть не тратим. Слушайте, нормально. Я по чуть-чуть нажимаю и вроде очень хорошо. Я даже смогу вон докуда долететь. Очень недурно. Слушайте, очень недурно. Вообще круто. Смотрите, с какой высоты оттуда. Я вот с правой нефтяной электростанции спрыгнул и потихонечку на реактивном ранце долетел аж до сюда. Это прямо офигенно. В принципе, даже не жалко такого расхода топлива. Я очень доволен. Очень крутая штука. Ну, опять-таки, жалко, что она не работает гораздо дольше. Высоту все-таки большую не поднять. Ну, ничего страшного. У меня для этого как раз есть уже трамплины. Что ж, друзья, осталась только последняя цель. Так, еще одно ружье появилось какое-то. Дробовое ружье появилось. Ничего себе. Прикол. Прикол, прикол. В общем, ружье и маску я думаю, буду уже делать совместно с другим следующим видео, когда появится в игре контент. Это, насколько я понимаю, будет кварц и поезда. Вот. Соответственно, смотрите следующий видосик и вместе с ним я сделаю маски. Покажу, как можно будет свободно бегать в отравленных ядовитых зонах. Ну, и, друзья, на этом всем огромное спасибо за просмотр. Как вы видите, с обзорной башни база у меня просто невероятно огромная. Просто рассказывать о ней можно очень-очень много. Начинали мы ее вместе с Артуром. Сейчас я ее потихонечку закончил уже соло, скажем так, сингл. Я надеюсь, что лайкосики я заслужил. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok